Дорогие друзья, это продолжение видео о как красиво быстро вырастить рассаду, используя капельный полив и почему я перешла от красивых мелкопыльных цветов, петуний и устом. Почему я выбрала петунии, ой, петунии, господи, пеларгонии, пеларгонии, фуксии, потому что, ну, бегонии у меня ещё здесь есть, у меня очень много разных пеларгош, потому что эти растения очень выносливые, они могут выдерживать засуху, они могут выдерживать перелив, и если вдруг у нас не хватает, ну, складываются так обстоятельства, потому что если мы не можем приехать на дачу раз в неделю, а можем приехать как бы два раза, раз в две недели, то растениям ничего с ними не случается, ну, они могут там подсохнуть или ещё что-то, но они, как правило, не погибают. Ещё о системе фитильного полива. Вы можете здесь видеть вот такие пятилитровые баклажки, которые я когда-то резала, и полторашки у меня были. То есть я пробовала разные способы, которые, вот, ну, остановилась на том, который мне был бы удобный. Посмотрите, какие они растут на фитиле, посмотрите, какой, вот, это черенкованная рассада в августе месяц, ну, никак не рассада, а черенок снятый. С растения в августе месяце. Вот сегодня, конец декабря, 23 декабря, вы видите, какие растения у меня растут здесь. Помещение слабо обогреваемое, это, тут стоит батарейка, которая условно держит температуру плюс 15, ну, 13-15 градусов. И, вот, зацвели, цветут, значит, они, но в мою задачу, не стану, не, как бы я не ставила задачи там, чтобы они цвели, там, набирались там, как-то там. Вот, для меня была задача в том, чтобы просто сохранить посадочный материал. И, ну, как вы видите, с задачей я пока справляюсь. Все растения, они, вот, здоровые, уже более, чем даже здоровые, вот, вылезли отсюда, из этого фитильного полива. И кто-то зимует, вот, некоторые кустики вот так вот выглядят. У меня там хоризонтемы начеренкованные. Вот, тоже цветут хоризонтемы, те, которые не успели, тут эти отсвели уже. И, смотрите, меня не было две недели дома. Сегодня только мы приехали, полили, вот, горшочки, да, пролили их. И очень благодарные растения, поэтому я остановилась на петуне. Хотя до помидорной эпопеи, вот, я выращивала очень много цветов. Я была больна цветами. И, ну, не знаю, я, наверное, прошла все, что можно пройти, особенно, что касательно петуней. И следующее видео у нас будет о том, о чем я репостила, как сохранились срезанные мною летом черенки помидоров.